Еще один вопрос, который меня интересует, это все-таки домашнее насилие. Потому что не только в нашей стране, да, такое понятие есть во всем мире, но тем не менее, если вот касательно, так скажем, менталитета русского человека, тем более, что у нас и законы-то как-то не особо регулируют все эти домашние проблемы, как быть и условному тирану, и жертве, находясь в замкнутом пространстве, ну, практически вот 24 на 7? Ну, я, наверное, вас огорчу, Денис, но дело в том, что эти роли, они настолько закреплены, что неизбежно будут проявляться. Другое дело, тот некий внутренний посыл, если он появляется о том, чтобы нам что-то изменить, то тогда люди могут понять, что они эти стереотипные роли играют все время, да, жертвопреследователь, да, то есть есть некий именно тиран, и есть жертва, которая вынуждена там с этим смиряться. Другое дело, для того, чтобы они между собой договорились, ну, чаще всего нужен посредник. Поэтому без посредника достаточно сложно, но там как бы возникают другие механизмы, которые, так сказать, либо могут привести к эскалации конфликта, либо его гашению. Ну, просто вот, я еще раз говорю, если просто дать какую-то рекомендацию, извините, и преследователь проигнорирует те слова, которые я буду говорить, и жертва только робко как бы услышит и скажет, ну, хорошо бы, чтобы это произошло. Поэтому вот какого-то стандартного решения быть не может. Но если взывать, ну, как бы, такое сознание у человека, да, то вообще определиться, а что мы делаем вместе, да. Потому что любая семья, которая образовалась, любой союз, да, имеет какие-то цели. У семьи, в общем-то, есть одна из функций, у семьи, да, это взаимная поддержка. То есть в условиях, когда мы попали вот в такие критические дистрессовые ситуации, да, наоборот, взаимная поддержка является более значимым и важным. Поэтому умение увидеть потребности другого человека, да, и пойти навстречу, ну, является одним из самых главных. Потому что здесь вот есть такой принцип «я и мы». В условиях создания семьи вот образование «мы» является на самом деле тем пунктом, который определяет, семья уже сформировалась или нет. Если в сознании у каждого члена семьи есть «мы», то это семья. Если нет, то это, извините, собрание разных людей. Поэтому когда появляется «мы», вот эта общность, вот эта соединенность, да, людей, тогда это семья. Поэтому в этих условиях, когда люди оказались на одной территории в замкнутом пространстве, вот определить, так каждый из нас «я» – это мой эгоизм, и я его использую везде и при любых условиях, либо это «мы», и тогда мой эгоизм придется ограничивать и прислушиваться к эгоизму другого человека и находить какие-то компромиссы. Если этого не сделать, то, извините, те стереотипы, которые есть, они все равно проявятся. И агрессивность будет нарастать, особенно в условиях дистресса и его последствия. Поэтому вот это объединение, и в семейной психологии есть такое у нас упражнение, которое очень важно, это семейный совет. То есть, ну, обычно мы рекомендуем как? Хотя бы раз в неделю, да, чтобы семейный совет собирался. Там есть одно только маленькое правило. На этом семейном совете каждый член семьи имеет право на какое-то время высказывать свое мнение, свои потребности, что произошло за эту неделю, как он к этому относится, задает вопросы любому из членов совета, да, о том, что его интересует, высказывает свои пожелания. И вот когда на семейном совете это обсуждается, и причем это равноправное, да, есть, конечно, ну, условно тот, кто во главе, да, но там тоже есть вещи, когда мы можем, допустим, переход председателя совета, да, каждую неделю может меняться. Но это уже решается внутри семьи. И семья будет определять, что у нас есть глава, условно говоря, и которая определяет наш семейный совет, либо мы, это переходная, так сказать, функция. И в ходе вот этого семейного совета как раз каждый о своих потребностях говорит и находим коллективное решение, как это делать, условно говоря. Есть возрастная психология, то есть у ребенка пяти лет, потребности одни, да, то есть это большая активность, большая деятельность, и вот ограничение для него в рамках одной комнаты становится катастрофичным, да, то есть это буквально такой дистресс. И умение увлечь ребенка, найти игру, которая его увлечет, и самым родителям поучаствовать, потому что на самом деле на тысячелетие уйдем, да, в игре ребенок учится, да, а мы в игре взрослые его обучаем. Ну, возьмем животный мир и увидим, как играют, да, взрослая львица со своим маленьким львенком, да. Это игровое, это свойственно, опять же, наша инстинктивная потребность в игровой форме, да, передавать какие-то механизмы. Поэтому поиграть с ребенком, найти, что ему интересно, и на самом деле увидеть ребенка, которым, если мы работали, вкалывали, там мы даже не видели, что вообще-то он уже подрос на один, на два года и так далее, и вдруг он, а он уже высказывает свое мнение, а он уже способен обобщать, он уже способен задавать такие вопросы, на которые не знаешь ответа, да, и вот это на самом деле возможность вообще-то много узнать о том, что происходит в твоей собственной семье. Поэтому давайте искать возможности того, что мы можем сделать, да, ну, в силу того, в каких условиях мы оказались. Спасибо вам большое. Надеюсь, что действительно все эти советы помогут хоть как-то снизить какой-то градус накалом, может быть, в семье, ну и с пользой и для себя, и для своих детей провести это время. Конечно. Ну это же время жизни. Давайте его использовать. Спасибо вам. Спасибо.